Ренат, привет. Сегодня мы с тобой практикуем бизнес-кейс с точки зрения его и структуринга, и джаджмента, то есть он по максимуму приближен к реальности. Я как консультант Маккензи могу дать тебе в конце фидбэк. Прошел бы ты с таким ответом на следующую стадию или нет? Окей. Хорошо. Смотри, у нас есть розничный банк. Знакомо тебе понятие, что такое розничный банк, так? Да. То есть фокусируется на физических лицах в основном, на их продуктах, на сервисе и так далее. И вот к нам обратился их новый SEO, который говорит, что уже за последние несколько лет все у нас становится плохо с прибыльностью. «Консультанты, помогите, посмотрите, где основные рычаги, на которые мы можем вместе повлиять». Окей. Так, большое спасибо за кейс. В общем, у нас есть розничный банк, и к нам обратился его SEO, который хотел бы увеличить прибыль. А вернее даже так, он бы хотел найти, как ее увеличить, через какие рычаги. Угу. Вот, хорошо. То есть для упрощения мы не будем пользоваться цифрами, то есть не спрашивая меня, на сколько процентов там что-то изменилось, но какие-то тренды я тебе могу дать, что происходит с нашим банком. Окей. Хорошо. А перед тем, как перейти к структуре, я бы хотел задать, наверное, два уточняющих вопроса. Первый, расскажите чуть получше про банк. Вот где он находится, понятно, что он работает с визлицами, но, например, где он находится, как себя позиционирует, сколько лет на рынке? Угу. Ну, предположим, это российский банк, такой, имеющий физические бранчи, то есть он не только, не цифровой, онлый, не тинькофф, как я понимаю. На рынке он уже лет 10, ну, даже давай 15, и то есть продержался, был прибыльным, все было окей. Но в последнее время мы не то что прям в минусе, но наш профитабилити падает. Хорошо. Про банк я понял. Теперь, наверное, про прибыль. Не могли бы вы сказать, то есть там, насколько она падает и примерно на сколько мы хотим ее увеличить? Хотя бы масштаб, понимаете? Для масштаба, да, потому что не quantitative case. И зачастую, мое такое мнение всем нашим слушателям, не все кейсы будут quantitative, максимум один. Там на PST проверили вашу математику и на одном из кейсов. Многие другие кейсы, по моему опыту, я помню, у меня был только один quantitative case, были два других qualitative case. Вот это один из, считай, qualitative case. Но для понимания масштабов мы хотим, ну, падает наша прибыльность, небольшие цифры на 3% в год. Хотим нивелировать эту тенденцию и выйти в плюс. Ну, конечно, такой немного не амбициозный проект, но 5% growth мы их примерно ожидаем. Хорошо. Ну, то есть там порядка 5% мы хотим нарастить прибыль в год. Чтобы growth составлял 5%. Сейчас он у нас пока деклайный. Ну, от какой-то точки 5. Хорошо. Так, спасибо. И, наверное, я хочу уточнить, а есть какие-то временные ограничения или прочие ограничения в нашем кейсе, чтобы SEO, может, что-то его ограничивает? Ну, в принципе, нет. Он только вот заступил на свою должность, и поэтому с него никто не хочет результатов за ближайшие полгода. То есть, в принципе, у нас есть 2 года, 1,5-2 года на полный, ну, на тюнераунд этого бизнеса. Окей. Спасибо большое. Я бы сейчас взял минутку и потом бы вернулся к вам. Давай. Так, хорошо. Я бы разбил прибыль на 2 компонента. Первая – это выручка, вторая – это издержки. И, соответственно, влияя на каждый из этих компонентов, мы можем добиться нашей цели. Начнем с прибыли. Я бы ее разбил на 3 категории. Это комиссионные доходы, процентные доходы и прочие доходы. Я считаю, что это 3 основные категории доходов для банков. Комиссии, они бьются на что? Это люди и средняя комиссия с человеком. Мы можем увеличивать какой-то из этих показателей. А также, возможно, мы берем какие-то комиссии с юрлиц. Это, опять же, число юрлиц на среднюю комиссию с юрлица. Это будет блок комиссии теперь. Блок процентов – это что такое? Это количество активов, которые у нас есть, и сколько они генерируют нам чистых процентных доходов. Под активами я подразумеваю… Сейчас, я не помню, какой точный термин, но, в общем, тут у меня сидят и кредиты, и депозиты. Ну, тогда это называется net interest margin – чистый процентный доход. Чистый, назовем его. Да, чистый процентный доход мы получаем с какой-то базы. Да, активы минус депозиты. А, окей. Да, ну тогда это будет активы минус депозиты. Вот, мы это умножаем на чистый процентный доход. Вот, это будет второй бренч нашего анализа. А третий – это прочий доход. Ну, нужно посмотреть, возможно, у нас есть какие-то большие прочие доходы, но пока я их не вижу. Вот, а также блок издержек, ну, я бы их разбил на постоянное переменное. Вот, к постоянным я бы отнес расходы на систему, на наше отделение, на инкассации. Вот, ну, к переменам я бы отнес на зарплату сотрудников и, возможно, прочие издержки, которые я пока… ну, нужно копаться глубже. А почему ты за пей решил, ну, зарплату к переменным отнести? Сейчас, давайте, наверное, вообще не будем бить на постоянное переменное для банка. Я бы, если честно, просто все в одном писал, потому что это очень такое творческое разделение постоянных переменных. Ну, для банка, да. Ну, коли ты их затронул, на кейс интервью тебе такое не простят. Про переменные тогда, вот, как бы ты рассматривал для банка, что будет переменная затрата? Ну, хорошо. Нужно понять, по какой переменной, ну, то есть переменная, а не от какой переменной. Если это по депозитам, кредитам, это одно. Если это по, скажем, числу отделения, это другое. Вот, какой переменной вы бы хотели уточнить? Ну, давай первый, самый распространенный, по основной модели. Окей. Если по кредитам и депозитам, то сейчас я бы сказал, что это, ну, это проценты, которые мы платим по депозитам клиентам. Это, я бы сказал, те деньги, которые мы не получаем, когда мы держим обязательные резервы. Ну, это условно наши альтернативные издержки. Вот. Это издержки на среднее открытие, там, вклада или кредита. То есть, оно состоит из какой-нибудь аренды помещений и зарплат сотрудников. Ну, то есть, издержки на открытие и закрытие вклада. То есть, это на количество транзакций, на количество клиентов? Ну, я бы сказал, что это на количество открытых счетов. Ну, вот, издержки на открытие и закрытие счета. Ну, и там, возможно, какие-то мейнтейнанс, то есть, то, сколько нам стоит поддерживать один открытый счет. То есть, среднее поддержание счета. Я бы сказал так. Понятно. Ну, в самом... у меня к тебе тут сразу два вопроса. Первое, вот, когда ты рассматривал сам процент по депозитам, то есть, от количества, от базы депозитного портфеля, то есть, от количества депозитов, процент на нее, это будет... ты относишься к переменной затраты. Ну, если... то есть, если бы вы попросили затраты переменные по переменной депозитов, тогда да. Но вообще, в моей изначальной структуре я бы это отнес вот в процентный доход, соответственно, я... Вот, вот, вот. ...чистый процент. Да, окей. К этому я тебя и этот... так, с логикой окей тут. Хорошо. Так, хорошо. Еще как, чтобы... на интервью тоже всегда будьте готовы, что это не будет такой смуз, что полностью, как вы хотите, вас может интервьюер перебивать. То есть, может быть, не то, что он специально это делает, а просто появляются вопросы по вашему ответу. То есть, он не ждет фидбэка и спрашивает этот по ходу. Ну, например, вот ты выбрал, да, чтобы переменные по депозитам, можно номер, количество транзакций, там, как-то определить, сколько процентов помещения туда относятся, какой процент от зарплат сотрудников туда относится. Как это тогда бьется с постоянными затратами? Вот, с точки зрения миссии принципов. Вот, с точки зрения миссии, я бы как раз не бил, наверное, на переменные постоянные для банка. Я бы все в одно скидал. То есть, у меня основные переменные косты, это что? Это, ну, если брать по депозитам, это проценты, которые мы отчисляем. А так как они у меня сидят, получается, в выручке, потому что выручка будет чистая, процентная, то я бы сказал, что тут не нужно бить издержки на две категории, просто я бы пошел в одной категории. Все. В принципе, я с тобой согласна. Это тоже, как совет на настоящее интервью. Не стоит во всех кейсах идти по этому академическому пути, делить на фикс и на веревол. Оно тебе, в принципе, ответа не даст, кейс не решит. Может, ты его еще, ну, ошибешься, потому что ты его дабл-каунтинг запишешь, сейчас зарплаты и в постоянные, и в переменные и так далее. То есть это тебя только усложняет, а не упрощает работу. То есть структуры, вот это все, это хорошо, там фреймворки какие есть, но они должны быть к месту. И к месту они должны помогать тебе ответить на вопрос. В данном случае они тебя только запутают. Потому что тебе даже вот эти, ты сам говоришь, переменные затраты надо будет, ну, это очень детальный тоже calculations вычленять на количество транзакций, сколько там квадратных метров. Окей, хорошо. И структуру убираем, тогда мы переменные. Да, давайте тогда я бы издержки, знаете, по-другому записал. Посмотрите, какой у нас происходит процесс с клиентом. Сначала мы его привлекаем, потом он с нами живет, вот, а потом мы когда-нибудь расстаемся. И все издержки можно разбить на три блока. То есть издержки на привлечение одного клиента, на удержание и работу с ним, и также на сокрытие его счета. Это, опять же, тогда какой-то флер переменных затрат, то есть которые очень привязаны к количеству клиентов. В то время как у нашего банка, может, еще другие есть, кроме этих трех? Да, я согласен. То есть это было бы ВЦ по клиентам, но тогда к ним можно прибавить все остальное. Это, скажем, издержки на здание, инкассации, систему техническую. То есть как-то разделить между этими тремя. Ну, окей, очень креативный подход. Пойдем по нему записывать. Окей. Так, хорошо. Теперь нужно понять вообще, а что мы хотим анализировать, выручки или издержки. Чтобы ответить на этот вопрос, я бы хотел посмотреть на их динамику. В последние годы. Доходов и затрат? Да. Ну, издержек как-то их не знаешь. Окей, доходы у нас на какой процент, да? Доходы у нас растут 2%, в то время как затраты растут 3% в год. Ну, то есть мы видим, что у нас доходы растут медленнее затрат, и это плохо. То есть мы в среднем начинаем терять больше и больше и больше. Хорошо, я бы хотел посмотреть, а как это соотносится с рынком? Рынок, косты тоже растут примерно в том же направлении, потому что надо вкладываться в IT-инфраструктуру, чтобы конкурировать. А доходы по рынку растут в среднем 4%. Окей. То что мы видим? Мы видим, что мы в затратах идем как рынок, но в доходах мы проигрываем рынку. Отсюда я делаю предварительный вывод, что дело в доходах, и в первую очередь нам стоит сфокусироваться на них. Для нашего банка, чтобы привести его в плюс. Окей, там, держим в голове нашу цель. Если сейчас, то есть мы хотим расти на 5% в год, чтобы наша прибыльность росла, это примерно доходы должны превышать расходы на 5%. Согласны с таким переходом? Так, если мы хотим, чтобы наш этот рост... Я думаю, они должны расти больше, чем 5%. Моя математика подсказывает. Хорошо, еще раз, но наша цель, чтобы прибыль росла на 5% в год. Да, прибыль, прибыль. Окей, ну, давайте, так как есть не числовой, все-таки сфокусируемся на идеях. Хорошо. Давайте. Я фокусируюсь на доходах. Окей. Как мы знаем, доходы состоят из трех блоков наших. Есть у нас какая-то разбивка по динамике внутри каждого блока, как раз лекомиссионная, процентная и прочая доходы. Именно только динамика в процент, да? Окей. Меня интересуют две вещи, наверное. Первая – это какая доля в нашем банке каждого блока в доходах. И вторая – какая у каждого из них была динамика. Смотри, у нас по процентному доходу, это основной наш продукт, предположим, там 70% все-таки доходов из наших продуктов. Продукты у нас в основном из-за того, что мы розничный банк, я бы хотела услышать с тебя, какие продукты. То есть это наш основной блок. Комиссионные доходы составляют 20% и прочие 10%. Окей, интересно. Ну да, то есть у нас основное – это процентные доходы, и комиссионные составят всего 20%. Хорошо, я бы хотел уточнить, а как менялись эти блоки за последнее время? Как менялись эти блоки? Ну смотрите, я хочу понять, на чем сфокусироваться в первую очередь. Мне два факта могли бы помочь в этом. Первый – я бы мог сравнить текущую разбивку выручки с нами и с конкурентами, то есть в среднем по рынку. Возможно, у нас доля комиссионных слишком маленькая, чем в рынке. И отсюда будет идея для фокуса. А вторая – можно посмотреть, где мы росли медленнее рынка, чтобы понять, что можно улучшить. Но если у нас нет ни первой, ни второй информации, я бы предложил фокусироваться на процентном доходе. Давай, так и давай, чтобы не сочинять лишнюю информацию. Давай. Окей. Так, хорошо, значит, мы фокусируемся на процентном доходе. Окей. Так, что такое процентный доход? Это число чистых активов и чисто процентные платежи по ним. Так, это портфель или процентные платежи? Сейчас. Это портфель умножить на средний процентный платеж. А, окей, умножить. Все, поняла. Согласна. Вот. Ну, соответственно, меняя каждую из этих двух блоков, мы можем увеличить наши процентные доходы. Так, давайте думать, что из них будет более приоритетным. Ну, как мы получаем процентные доходы? Наверняка у нас есть какая-то... Для него, наверное, есть три драйвера для этих процентных доходов. Это цена по кредиту, то есть процент по кредиту. Это процент по депозиту. И дефолт рейт. То есть то, как часто дефолтит клиента. Вот, соответственно, влияя на каждую из трех этих переменных, мы можем увеличить чистый процентный доход. Ну, а чисто активы – это что? Это объем кредитов минус объем депозитов. Вот, давайте, наверное, сфокусируемся на втором блоке – чистые процентные доходы. Я бы хотел понять, какие наши основные продукты кредитные, по которым мы получаем деньги? Я бы мог сказать, что это кредиты наличными, кредитные карточки, кредит под конкретную цель. Хорошо. Наш банк на чем-то специализируется? Ну, в принципе, он мульти-таскинг, то есть он под всем… Ну, то есть у нас нет такого, что мы занимаемся только беззалоговым кредитованием, то есть мы, среднестатистический банк, занимаемся несколькими продуктами. Первое – ты ответил правильно – кредитные карточки, окей. Есть такое в нашем банке, очень большую долю занимает. Под конкретную цель, какие конкретные цели бывают? Ну, например, это покупка автомобиля, покупка что-то меньше, чем автомобиль, ну, возможно, какой-нибудь ремонт делают дома, вот, и покупка больше, чем потребительский кредит. И, возможно, ипотеки, но я не уверен, что розничный банк ими занимается. Ну, как продукт. Розничный банк, ну, занимается физическими лицами. Окей, может, некоторые бизнес-модели не включают, наш абсолютно занимается ипотекой. То есть ты кредитные карты, ипотеки и потребительские кредиты. Окей, хорошо. А мы понимаем, что средний процентный доход по кредитам, который мы получим, ну, процентный доход. То есть, смотрите, моя идея, что можно посмотреть, сейчас, как увеличить чистый процентный доход при тех же активах. Можно посмотреть, а куда выгоднее распределить текущие деньги, которые мы выдаем в кредиты. Я бы посмотрел на две метрики. Это то, под какую ставку мы можем выдавать каждый из трех продуктов, и то, какой в среднем дефолт рейд в каждом из трех продуктов. Соответственно, мы можем перестроить продуктовую политику банка, чтобы, скажем, он кредиты направлял в нужное русло. Вот. И если этих данных у нас нет, то, наверное, я бы сфокусировался не на изменении чистого процентного дохода. А, сейчас. То есть, чистый процентный доход, он же из чего состоит? Из того, что мы получаем, минус то, что мы отдаем. Мы можем или лучше получать, или меньше тратить за деньги, которые привлекаем. И тогда я бы еще посмотрел на то, как мы привлекаем деньги, от кого, и сколько нам в среднем каждый канал стоит. И, возможно, нам стоит научиться привлекать более дешевые деньги, чтобы увеличить чистый процентный доход. Вот, соответственно, чистый процентный доход бьется на два блока. Это или лучше выдавать, или дешевле занимать. Все. Логику, понятно, структура. Мой бизнес-джеджмент подсказывает, что это в руках компании, в руках банка и в руках консультантов решить вопросы внутри, то есть по нашей кредитной политике, rather than по внешнему миру, то есть кто нам согласен больше, дешевле деньги давать и так далее. Потому что там конкурентная среда. То есть если у нас по депозиту 10%, так же, как и на рынке, поставим 9%, все уйдут. То есть это не вариант депозиты сильно понижать, потому что мы ничем не отличаемся от другого банка, фонд гарантирования депозитов у всех одинаковый, то есть там меньше маневра. Поэтому чаще всего и консультанты работают именно на бизнесе компаний, которые зависят не от экстерна, а от интерна возможностей. То есть давай в кредитах нашей внутренней политики смотреть. Окей, то есть мы депозиты вычеркиваем. Ну, как менее приоритетное направление. Да, да, деприоритизируем. Хорошо. Так мы фокусируемся на кредитном доходе. Опять же, мы находимся в блоке «Получать больше с текущих денег». Вот я бы тогда хотел посмотреть на разбивку среднего дохода по нашим кредитным продуктам и среднего дефолт трейд в каждом из них. Но так как, как я понимаю, этой информации у нас нет, нет, она в принципе в другом виде. Как всегда бывает на настоящих проектах запрашиваешь одно, нету такого, пытаешься из других моментов вынести. Посмотри, что для тебя… Например, есть информация, что по кредитным карточкам мы заработали 200 миллионов, по ипотеке 400 и по потребительским кредитам тоже 200. То есть 200 по кредитным картам, 200 по потребительским кредитам и 400 по ипотеке. Это получается уже за вычетом дефолтов. Вот хороший вопрос. Давай нет. Нет, это чисто те, кто нам платит, то есть до дефолтов. Окей, то есть это до дефолтов. Тогда вопрос, есть ли у нас что-то по дефолтам? Чтобы понять, я бы посмотрел, а какой у нас общий… То есть 200-200-400 миллионов – это процентные платежи ведь? Тогда я бы посмотрел, а сколько мы всего выдали денег в каждой из трех блоков и сколько в среднем там дефолте. То есть моя идея – выгодно или плачь перераспределить денежные потоки и, например, выбрать приоритет и дальше двигаться уже в нем. Ну, в принципе, для этого идея понятна, верна. Ну, предстоит более изучить, ну, больший массив информации, которая точно за пределами этого кейса. Ну, давай информацию готовую дам, что просрочки по ипотеке у нас составляют 15%, по кредитным карточкам – 30% и по потребительским также 30%. Окей. То есть я правильно понимаю, что примерно 15% нам не будут возвращать? То есть что такое просрочка? Но она бывает разной. Это из нее потом уже не выйдет человек или потом все-таки выйдет? Ну, тут ты можешь наложить как бы либо исторический фактор. Просрочка – это значит, что какие-то проблемы с платежами. Как признавать банку – это его внутреннее решение. Но согласно всяким предписаниям центрального банка, он должен это сделать как можно раньше. То есть если ему уже начали… какой-то клиент в просрочке сидит, то они должны уже заапровизировать, то есть уменьшить текущий доход на эту сумму. Хорошо. То есть а на сколько тогда мы будем уменьшать доход? Получается на 15% от всего… ну, на 15% или 30% от всего кредитного портфеля? То есть я хочу понять, как просрочка влияет на нашу прибыль. Ага, поняла. Все, я поняла твой вопрос, что ты хочешь заквантифицировать его. Окей, вот эти 15% говорит, что в 80% случаях мы сможем реструктуризировать, а в 20% случаях это будет списание. Окей. То есть 20% точно понизят нашу прибыльность. Сразу скажу с провизиями еще так, что ты их создаешь, но ты их не признаешь. То есть на прибыльность они негативно начинают влиять, когда ты списываешь их. То есть ты можешь их переложить, отложить, но еще на прибыльность это не влияет. Ты… на прибыльность начинают влиять, когда ты уже списываешь это. То есть признаешь, что точно эти 20% никогда не вернут. До них не достучаться, они уехали из страны, еще что-то какие-то. Там проблемы с документами были, какие-нибудь даже мошеннические операции. Все, точно списывают. Окей. Вот, хорошо. Я бы, наверное, еще запросил, а какой у нас общий объем активов, то есть сколько мы всего, получается, выдали денег по кредитным, потребительским кредитам и по ипотекам. То есть у нас есть процентные платежи, есть доля невозвратов. И еще я бы хотел понять, сколько всего там денег, чтобы понять, какая доходность у каждого сегмента. Ну, чтобы тоже не мудрить с цифрами, давай я тебе average просто цифры дам. По ипотеке у нас средняя ставка 8%. По кредитным карточкам 5%. Ну, смотри, из чего она состоит, что там есть льготный период, и поэтому многие люди пользуются этим льготным периодом и платят нам ноль. То есть обычно там, конечно, процент больше, но усредненно 5%. И по потребительским кредитам 10%. Получается, средняя доходность. Окей. Сейчас я бы хотел тогда на основе данной информации посмотреть, есть ли у нас один более приоритетный сегмент. То есть есть ли у нас один... То есть правда ли, что один сегмент лучше других текущих? Скорее всего, неправда. Окей, давайте тогда не терять время. То есть мы на основании этой информации не можем приоритизировать сегмент. Хорошо. Сразу скажу, мы на основании... Когда такой кейс, он смотрит на твою структуру, как ты его распределил, что от чего зависит, но если у тебя нету достаточной информации по приоритизации или каких-то там огромных массивов, то ты можешь брать, например, кредитные карточки и все, что ты о них знаешь. Я в плане не доклада по ним, а от каких драйверов они зависят. То есть ты понимаешь логику за этим продуктом. Вот что, в принципе, требуется на таком кейсе, где нету quantitative solution. То есть если мы берем, ну давай, кредитные карточки, из чего состоит... Какой бы анализ ты на проекте сделал по ним? Окей. То есть посмотреть, сколько наш банк зарабатывает с кредитных карт. Я не знаю, что это будет. Окей, я бы разбил данные по кредитным картам на два блока. Это издержки на привлечение одного пользователя, а также то, сколько один пользователь нам приносит в среднем. Чтобы понять, сколько он нам в среднем приносит, я бы это разбил на два блока. Это средний объем средств, которые он использует, на средний процент, который он нам платит по ним. То есть, сколько он берет кредит на то, сколько он платит по этому кредиту. Так как у карточек есть грейс-периоды, то людей можно бить, наверное, на тех, кто в этом грейс-периоде сидит, а на тех, кто нам платит проценты на самом деле, и на тех, кто не платит. Соответственно, по каждому из них считать средний объем средств, которые они используют, и также средний процент, который они нам платят. Плюс, возможно, помимо процентных доходов, есть комиссия, то есть, скажем, плата за обслуживание карты. Хорошо. Процентный доход и комиссия, я бы считал, разбил бы людей, наверное, на два блока, кто в грейсе, не в грейсе, и бил бы на то, сколько стоит привлечь, и то, сколько он нам приносит. Хорошо. А как бы мы могли увеличить количество кредитных карточек, выданных? Окей. Как увеличить количество выданных кредитных карт? Хорошо. То есть, в конце концов, твоя формула средний баланс и средний процент еще умножается на количество клиентов. Да, количество клиентов. Хорошо, а как увеличить число клиентов? Я бы посмотрел, что важно клиенту. Он должен для нас знать, ну, должен хотеть нами пользоваться, и он должен быть способным это пользоваться, ну, нас использовать. Вот. Соответственно, все мои инициативы я бил на три блока, чтобы он про нас знал, ну, за это отвечает маркетинг. Вот. Чтобы он хотел нас использовать, можно тут как-то поиграться с продуктом, можно понизить комиссию, снизить грейс, увеличить грейс период, возможно, снизить процентные платежи по карте. Вот. Можно дифференцировать карты, то есть, лучше скорить, лучше сегментировать наших клиентов, возможно, например, геймерам предлагать кэшбэки на игры, ну, то есть, что-то делать кастомизированное. Вот. А еще, чтобы он был способен нами использовать, ну, тут наверняка я посмотрел на каналы распространения наших кредитных карточек, то есть, как мы их продаем, и, ну, наверняка, вряд ли кредитные карточки могут плохо работать, поэтому, чтобы он мог нас купить, тут я бы все-таки смотрел на то, как он с нами взаимодействует, то есть, как он может получить от нас эту карточку. Соответственно, я бы разбил на три таких блока. Хорошо. И согласна. И твое знание, например, рынка, как сейчас все это происходит у вас в России, по каналам какие-нибудь соображения есть? Хорошо. По каналам. Давайте подумаем, как сейчас. Ну, то есть, я бы выделил каналы на личное присутствие versus не личное. О, сейчас нет. Плохое разбиение. Каналы – это или в нашем офисе, ну, в наших отделениях, или не в наших отделениях. Ну, наиболее приоритетное, конечно, не в наших отделениях, чтобы клиентам было проще это сделать. Соответственно, это или почта, или курьерская доставка. Хорошо. Ну, а чтобы, например, так начать распространять карточки, что какое домашнее задание у нас есть, как мы это можем сделать? Окей. А мы сейчас их как-то распространяем? Мы распространяем. Это такой более традиционный банк, только придешь, оставляешь заявление, через неделю мы тебе напечатаем карточку, приходи за ней. Да, хорошо. Вот. Соответственно, наша задача, как начать их доставлять. Вот. Ну, тут я бы взял очень хороший бенчмарк Think of Bank. Вот. Но интуитивно это бьется на две компоненты. Первое – это то, как человек оставляет свои данные. То есть, мы должны быть удобны в онлайне заполнить заявку на карту кредитную. То есть, это первое – оставить нам данные. Вот. А второй важный блок – это то, как мы эту карту выпустим и доставим до него. Ну, второй у нас наверняка… А, ну, кроме доставки… Ну, это выпуск карты и ее доставка. Ну, и, собственно, доставка и проверка информации, которую предоставил нам клиент. Ну, наверное, да. Оставить нам информацию, доставить карту и проверить информацию. Хорошо. В принципе, с тобой согласна. Единственное, вот огромный гэп между традиционным банком и вот этим диджитал-банком по их внутренним, например, политикам. Если раньше им надо было, там, не знаю, отксерокопированный паспорт или еще что-то, чтобы он там лично сфотографировать, там, менеджер должен заверить, то тут должны быть какие-то финтех-навороты, что он должен, как это называется, идентифицироваться, что это он и так далее. Угу. То есть, соответственно, у меня большая структура по клиенту, да. На самом деле, тут очень большие проблемы будут, скорее всего, внутри банка по текущим процессам. Ну, согласна, но за этим и будущее, что сам понимаешь, что другие банки не спят, появляются Тинькоффы, мегафон банков почти, там, даже и выпуск, ну, что никуда в другое место ходить не надо, ни в какой-то другой банк, я к тому, что на интервью ты должен все равно, кроме вот этого структурного, там, понимания, насколько там категории бьется, что от чего зависит, это все хорошо, но от тебя было бы классно увидеть, куда вся индустрия движется. Глазами не специалиста, глазами просто очень такого логичного, схватывающего на лету человека, которым консультанты есть, который видел, какие тренды, что случается вокруг. То есть это становится модным, удобным, что ты только увидел, что у тебя будет кэшбэк по этой карточке, классный, ты тут же скачал приложение, там, заказываешь эту карточку нового банка, что увеличение количества карточек стоит за диджитал, а не за эти. То есть по-хорошему, вот в таких кейсах, когда тебе не надо процентов насчитать или сократить затраты на 2 миллиона долларов, от тебя, кроме структуры, это будет очень здравомыслящим, если ты будешь становиться немного выше своей структуры и думать о клиенте, как бы смешно не звучало. То есть куда ему следует, как рекомендации, куда ему следует двигаться. И привязывать свой ответ к этому. Окей. То есть, в принципе, я потом в фидбэке это, конечно, еще расскажу. On the spot, this is it. Хорошо. То есть по каналам распространения нам надо работать. Основной стресс, который будут консультанты делать на проекте, по ним. Окей. Да, это, наверное, я бы бил это на внешне-внутренне, то есть внешне то, как с клиентом это построить, а внутренне то, как внутренние процессы в банке отрегулировать. Хорошо. Вот. Так, то есть я правильно понимаю, что сейчас у нас нет доставки, сейчас у нас только в наших офисах можно получать карты. Угу. Вот, но тогда, смотрите, карта у нас приносит 200 миллионов рублей, получается, их дохода, вот, я бы посмотрел вообще, насколько можно увеличить выдачу кредитных карточек, если мы научимся оперировать, скажем, более диджитал способом. Вот. В рамках данного кейса стоит это оценить или стоит сфокусироваться на перестройке внутренних и внешних процессов? Я думаю, в принципе, продолжительность интервью не такая длинная, ну, такая высокая. И поэтому тебе главное озвучить направление, как бы, next step analysis, ты понимаешь, что в этом надо, это целое направление. Тебе самое главное, как бы тут, когда будешь делать synthesis, recommendations, ты просто указываешь, что мы должны что-то там по каналам сделать и стать более, там, one step closer to digital. То есть, ну, в принципе, ты можешь, раз ты все-таки у нас в кейсе присутствует эти 5% увеличения прибыльности, сказать, что если мы маркетинг правильно подключим и сделаем вот эту вот фишку с распространяемой, ну, с онлайн-подачей и доставкой, то это увеличит количество наших клиентов по кредитным карточкам в два раза. Окей, файл. Ну, там, в рамках этого кейса мы не успеем это посмотреть. Да, как бы мы заготовленной информации нет, но у тебя вот что, есть такая гипотеза? Типа, окей. Ну, ты смотри еще на интервьюера, что он от тебя ждет. Вот для меня, как бы я проводила интервью, у меня главное, что ты озвучиваешь, а не прям, насколько ты мне это скажешь. Чтобы это, конечно, было reasonable, что ты там не в 10 раз собираешься за два месяца увеличить количество кредитных карточек, но какие-то здравые рекомендейшнс ты даешь. И еще один такой, как бы, хинт. Можно сказать, что вот я подразумеваю, что тут большое направление, типа, оно приоритетное, надо рассматривать, и мой next-анализ будет рассмотреть там юридически, насколько, как мы можем верифицировать клиента. Просто назвать next steps. Это, в принципе, очень консалтинговая тоже практика, что ты говоришь, просто что еще надо сделать. Тебе не обязательно даже это делать во время кейса. Окей. Тогда переходим к рекомендации или стоит еще что-то посмотреть? Ну, давай так, по ипотеке, в принципе, то же самое. Давай что-нибудь из кастов сделаем. Вот мы их, интересно, так разбили. Привлечение клиентов, поддержка и прощание с клиентом. Ну, и, наверное, будут все прочие, прочие издержки не связаны с клиентом. Вот. Окей, давайте посмотрим. То есть фиксированные какие-то. Так, то есть, опять же, это привлечение клиента, работа с клиентом, это прощание с клиентом. Вот. И, наверное, все прочие фиксированные издержки. Окей. Сейчас. У нас есть разбивка вот внутри банка на переменные постоянные затраты? То есть вообще, если честно, проще смотреть, проще бить косты по текущему учету банка. То есть какие основные статьи затрат он выделяет? И дальше их можно было бы как-то разбить на хорошую группу. Да, понимаю. В том-то и дело, что, ну, даже управление… Есть два вида, да, отчетности. Есть управленческая, есть, ну, финансовая, которая обычная. По финансовой ты вообще такого не увидишь, близко. То есть там срезано количество клиентов, сколько мы потратили там на поддержку и так далее. То есть это чисто управленческая информация, по которой не платится бонусы SEO, которые, ну, в принципе, все это привязано к финансовой отчетности. Окей. Правильно еще рассматривать, вот когда смотрим Income Statement банка, что мы, например, депозиты отправили рядом с кредитами. То есть мы не ждем где-то там они в костах, а мы сразу чистый процентный доход смотрим. Самая вторая там строчка Income Statement. То есть по возможности, что с чем перекликается, сразу и закрывается. То есть где в отчетности ты не найдешь вот этой точно подсчитанной привлечения клиентов, поддержки и прощания. Это хорошие как бы бенчмарки, там, инструменты для тебя, что ты можешь сравнить, там, посмотреть по каким-то вот таким ratios. Но ты эту готовую информацию точно не найдешь и убьешь, не знаю, очень много времени на то, чтобы ее добыть. Да, 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 я согласен. Брать текущую уже, которая есть. Тогда я предлагаю переструктурировать косты по Income Statement. Вот. Сейчас, давайте подумаем, какие основные издешки по Income Statement. Ну, первое, это, конечно, издешки, процентные платежи. Так, но мы их уже учли в доходах. Да, учли. Ну, то есть там, конечно, очень важно, чтобы они очень быстро оборачивались. Ну, вот эти косты, то есть чтобы депозиты, которые мы получали, чтобы они долго не лежали. Ну, окей, да, это все там учтено. Теперь, значит, мы Income Statement за вычетом... Ну, обычно в банке тоже, как тебе дам, Industry Knowledge, они не лежат. Если они лишние и кредитов не выдали, то казначейство их там пристроит и заработает у них в ценных бумагах, на каких-то это... Просто так в банке ничего лежать не будет. Окей, да, согласен. Да, тогда как я буду бить косты? Обычно, насколько я помню, в Income Statement бьются косты, которые относятся напрямую к комиссиям и напрямую к процентам. То есть, условно, все комиссии, которые мы отдаем визе, мастер-карту, будут лежать... То есть в моей структуре они бы лежали в комиссионных доходах, в чистых комиссионных доходах. Вот, точно так же, как проценты по депозитам лишат в чистых комиссионных доходах. Вот, отсюда в костах у нас будет лежать все, что напрямую не относится, ну, получается, к первым двум категориям – проценты и комиссии. Вот тогда основной блок – это персонал в банке. Второе – это, наверное, отделение, ну их поддержка, возможно, арендная платежи. Отделение наше. Третье – это, наверное, поддержка IT-инфраструктуры. То есть это разработка, поддержка и обеспечение безопасности. Это IT-инфраструктура. Вот. И я думаю, что прочие издержки. Я думаю, что на эти три – это три основные категории затрат банка. То есть персонал, отделение, IT-инфраструктура. Вот если мы комиссионные процентные доходы, расходы, точнее, они сидят у нас в других веточках, потому что там мы считаем чистые доходы. Вот. Хорошо. Хорошо. Тогда я бы посмотрел, а какая, то есть какая у нас, как у нас расходы бьются по вот этим четырем категориям? Какая у нас доля? Я тебе в нескольких тезисах расскажу. Отделение у нас все в собственности, поэтому там только utilities. То есть, в принципе, это не самая большая статья расходов. Вот. Персонал. У нас, конечно, есть вариант для оптимизации и так далее, но это долгосрочный проект, который мы собираемся там с другой консалтинговой компанией делать. У нас вопросы по IT-инфраструктуре, что она, ну, косты на нее очень растут серьезно. Мы понимаем важность этого направления, но вот как-то бы хотелось изучить там за бенчмаркет, делаем ли мы правильно, или используем эти деньги, выделены. То есть, у нас IT-инфраструктура очень сильно растет год от года. Растет инфраструктура. Хорошо. Я бы хотел понимать, а вот на какие блоки и сдержек мы бьем расходы на IT-инфраструктуру? Есть такое понимание? Я предположил, что это, собственно, создание и покупка IT-инфраструктуры, это ее поддержка и, возможно, обеспечение безопасности. Ну, как, я бы разбил на три таких блока, но если у нас есть внутри компании, разбили, я бы их ознакомился. Я с тобой согласна. Мейнтернс, поддержка и разработка каких-то новых направлений. Часто мы их аутсорсим. Окей, а есть разбивка, то есть, как быстро растет каждый? То есть, безопасность, наверное, их поддержку, вы предлагаете отнести, так? Да, я согласна, что она есть. Да, бывает поддержка. Давайте тогда, я бы хотел понять, а как быстро рос каждый из сегментов и какую долю каждый из сегментов занимает в общих расходах на IT-инфраструктуру? То есть, мы больше поддерживаем или больше разрабатываем? Последнее время, вот, тик, прошлый год показал, что у нас 60% разработка и 40% поддержка. Угу, 60% разработка, 40% поддержка. А как менялись эти, ну, то есть, как менялась каждая категория? Например, три года назад было ровно наоборот, 60-40. 60-40. Окей, это разбивка внутри категории. А как сильно выросла общая расходы на IT-инфраструктуру? Ну, есть данные, что за прошлый год разработка выросла на 20%. Так, сейчас. За прошлый год или за три года? За прошлый год, только за прошлый год. Разработка выросла на 20%. Окей. Ну, что мы видим? Мы видим, что у нас сильно выросла разработка, а поддержка, как я понял, не выросла за прошлый год. Да, в принципе, она, ну, чуть-чуть выросла, но марджину незначительно. Окей. То есть у нас поддержка сейчас 40% была, 60%. И так как она сама по себе росла не сильно, то у нас сильно, то есть разработка IT-инфраструктуры – это основной драйвер костов, IT-инфраструктуры. За счет нее мы росли очень быстро. Хорошо, теперь я бы хотел понять вообще, вот что мы включаем в разработку. Ну, получается, сами что-то аутсорсим. То есть мы сами разрабатываем или мы покупаем готовое решение? Ну, у нас и то, и то есть, потому что есть какая-то там разработка уже существующего функционала, мы оставляем внутри. А если какие-то новые проекты, мы, например, с финтехом сотрудничаем, компаниями, которые вот нам недавно новый онлайн-банкинг поставили, там, с нереальными фичами. И туда уходила львиная доля, мы понимаем. Ну, сейчас думаем, вот возвращать это, например, внутрь, инхаус, поддержку. Или все-таки пока на начальных стадиях пусть и занимаются те экстернал девелоперы. Сейчас. То есть в нашей компании бьется, получается, разработка, она самостоятельная и аутсорсинговая. То есть никаких готовых коробочных решений мы не покупаем? Ну, для банка сложно коробочные решения купить. Все равно не для каждого будут там свои уже какие-то системы, чтобы это все друг другом билось. Коробочные решения, ну, названия какие-то, может, и существуют, но это всегда работа на месяца. Окей, хорошо. Тогда, да, разработку бьем на сами аутсорс. И вопрос, стоит ли переводить аутсорс на самостоятельную разработку, так? Аутсорс? Ну, сейчас вы просто упомянули, что мы недавно покупали, сейчас, один большой проект по финтеху. И получается, мы его покупали на аутсорсе. И за это заплатили очень большую сумму. И пока они его поддерживают. Сейчас, и пока они его... Они его все еще разрабатывают. Ну, разрабатывают, ну, там какие-то новые выходят вечно, неудобные нашему клиенту, там, новые платежки на какие-то новые реквизиты и так далее. Все время там надо менять что-то внутри. То есть, получается, так как мы находимся в блоке разработки, то, получается, они все еще разрабатывают нашу систему и делают, ну, получается, слишком долго. Ну, в принципе, это ongoing process. В любом банке есть куча айтишников, которые там постоянно что-то докручивают. То есть, по-хорошему, мы думаем, что нам пора это брать в свои руки. Окей, файн. То есть, чтобы понять, стоит ли брать это в свои руки, я бы посмотрел вообще на два блока. Первый – насколько мы сможем эффективнее построить работу с аутсорсом. То есть, может, не нужно брать себя, может, лучше оставить аутсорс, но сделать его более оптимальным. И второе – окей, а если мы строим оптимальный аутсорс, переведем во внутренний... ну, к нам внутрь, какие будут плюсы и минусы этого действия. Первое – я посмотрел, можно ли улучшить текущие процессы в аутсорсе, а второе – ну, если берем к себе, то какие у этого будут плюсы и минусы. Вот, я бы подошел так к решению этой проблемы. Хорошо. То есть, для этого тебе хотя бы next steps какие надо? Интервью или встречу? Next steps был бы такой, я бы посмотрел, а как сейчас устроена работа с аутсорсерами, ну, с другими компаниями, которым мы даем задачу, как она устроена и, получается, какие у них стоят KPI, как они с ними справляются. Вот, возможно, или плохие KPI стоят неверные, или они справляются с ними плохо. От этого уже стоит смотреть. А если там покажет предварительный анализ, то есть, что нету больших улучшений, то есть мы не сможем сильно улучшить текущий процесс на аутсорсе, я бы рассмотрел опцию перевести эти процессы внутрь, для этого я бы посмотрел на плюсы и минусы. Все? Посмотрел, насколько мы можем это сделать. Окей, понятно. Спасибо большое, Ренат. Хотите подытожить кейс? Да, хорошо, переходим к рекомендации. Я бы также взял минутку. Хорошо. Большое спасибо за кейс. Наша компания разработала два важных шага, которые позволят увеличить вашу прибыльность. Первое, мы предлагаем вам сфокусироваться на онлайн-выдачах карт, то есть сделать доставку кредитных карт клиенту. Для этого, как следующие шаги, мы бы посмотрели, как это сделать хорошо для клиента и как это сделать внутри нашей компании. Возможно, стоит перестраивать процессы. А второй важный шаг, он связан с персоналом. Мы заметили, что есть место для улучшения в этом плане, и оно бьется, опять же, на два блока. Первое, мы бы посмотрели на то, возможно ли текущим персоналам решать задачи, которые сейчас отправляются на УСОС по разработке IT-системы. Это первое. А второе, мы бы посмотрели, а вообще можно ли как-то оптимизировать численность персонала и, соответственно, снизить общие издержки. И благодаря вот этим двум инициативам мы поможем вам улучшить прибыльность. Соответственно, следующие наши шаги, мы предлагаем посмотреть детально по персоналу, как его стоит оптимизировать, а также по тому, как выстроить онлайн-доставку карт. Понятно, хорошо. Эти два направления. Окей, как вы думаете, они нам принесут 5% прибыльности? Вот, да. И мы верим, что если сфокусироваться на этих двух шагах, то мы позволим улучшить нашу прибыльность до 5%. Рост прибыли на 5%. То есть достичь поставленной задачи. Да. Спасибо, Ренат. Очень было, правда, весело проводить этот кейс. Почему-то мне понравилась наша динамика. Какие комментарии, да, будут? Ну, первое, по структуре, как я уже ранее наблюдала с тобой, что со структурой именно с бизнес-тракчером у тебя проблем нет. То есть очень… существует два типа кандидатов, у которых идей без структуры и у которых очень много структуры. Я предлагаю все-таки ее немного не минимизировать, а упрощать. Потому что слишком структурный… Вот я во время нашего кейса рисовала «Ищу-3». Ты его увидишь, когда будешь смотреть запись. И это самый длинный «Ищу-3», который я в практике своей рисовала. Ну, один из, я не стремлюсь. Я к тому, что самое главное на интервью, что тебе надо показать, что у тебя есть этот structuring skill, что ты можешь определить, вот когда мы брали кредитную карточку, что ты определишь, что она зависит от среднего баланса, от процентного дохода. И от количества клиентов. То есть, в принципе, тебе надо эту структуру показать, но не то, что завуалировано. Конечно, ты без нее тоже не обойдешься. Но не делай как бы больше стресс, чем этому надо. Потому что, по большому счету, этот кейс интервьюер задает десяти кандидатам в тот день. А может, он этот кейс уже использует три месяца. То есть он эту же структуру слушал миллион раз, и она ему не интересна. Ему интересны именно идеи, которые ты можешь подать. Поэтому чем проще структура, тем интереснее. Понятно, вот по нашей структуре. Понятно, доходы, расходы, это как бы стабильно напрашивание, она такая правильная, логичная, тут вопросов нет. По комиссионам, окей, раскидали по типам дохода, но по идее мы туда не пошли, да, потому что они были деприартизированы, и ушли мы в основной портфель, да, и потом по продуктам пошли. Окей, выбрали один продукт. То есть я к тому, что ты, строя структуру, часто вот спрашиваешь, какой у нас приоритетный, какая у нас там разбивка, какой у нас этот. Мне показалось это овер, ну, переоценкой, потому что зачастую, вот как я представляю это интервью, как я сама проходила, у интервьюера нет заготовленных ответов на все твои вопросы. Они, ну, если кандидат готовится к мегаконсалтингу, то интервьюер меньше готовится к интервью. И у него нету такой реферата с ответами на все вопросы. Поэтому либо он тебе будет сочинять и просто смотреть, куда ты пойдешь. Но не то, что я даю своим студентам, всегда такое этот, что пробуйте own the case. То есть вы уже не интервьюеритесь в Макинде, а то, что вы уже типа на клиенте, и вот перед вами сидит там директор этого департамента. То есть если вы будете только спрашивать, он подумает, что за человек такой неопытный, вечно все спрашивает, что у него должно быть свое уже какое-то чувство. То есть вам надо так построить разговор, что как-то спрашивать, конечно, информацию, это понятно, интервью и так далее, но не делать тоже овээмфаси, что без этой информации вы не сможете там вокруг обойтись. То есть если информации нет там, и вам интервьюер там не бежит сообщать, вот часто в кейсбуках, почему, я думаю, немного вот это смещение пошло, что если не запросили информацию, то не давайте. Или что какая-то информация у интервьюера есть. Вот совсем не факт, вот честно. Может, где-нибудь в американских консалтинговых такое есть. В наших не обязательно, что это все существует, они реально хотят посмотреть, как у вас с аналитикой, как у вас со структурой, с идеями. То есть вот этот овээмфасис на сколько они там росли, как по рынку, как по индустрии, как там они разбивались, а как это было 5 лет назад, как вы не знаете. Ну, как бы слишком много метрик. Окей, хорошо несколько раз это спросить, но чтобы тоже это не было основным источником информации, потому что пол кейса будем только рисовать структуру, которая довольно будет сухая, скучная, и можете потерять контакт с интервьюером. Что надо на интервью показать, что вы понимаете примерную индустрию, то есть переходите к тому, что вы знаете, например. Вот такие-то у нас доходы. Окей, хорошо, не надо на этом уровне там прям обязательно приоритизировать, ну, в данном кейсе, во всяком случае, было. Ты мог сам сказать, подразумевая, что процентные доходы основная наша деятельность, это основная, давайте посмотрим, какие продукты. То есть не мудрить там этот процент актива, процент там средний по депозиту, который мы, в принципе, не рассматривали, а ради вот этой структуры, for the sake of структура, а перейти именно к рычагам, которые у нас есть. То есть нам надо узнать, какие у нас там есть продукты, и в продуктах там поковыряться. То есть миссия – это хорошо, но это не всегда хорошо для структуры, потому что, ну, был этот степ распределения процент по депозиту или не было, главное, ты его объяснил, что чистый процент дохода – это все включает. То есть для… мы даже миссии соблюли в этом плане, но не нужен был следующий шаг – рисовать этот процент по депозиту, там, external finance и так далее. То есть переходишь к главному, то есть сам разрешаешь себе приоритизировать. Если, например, ты решил, окей, давайте посмотрим продукты, возьмем там карточки, ипотеку, там все, посмотрел, потом у него, если у тебя время, потому что по моему ощущению, вот как я проходила, главное показать, что ты довел какую-то вещь до конца. Редко когда бывает вот реально crack the case, вот в пятой ветке, и вот если ты до туда не добрался, все, ты уволен, тебя не возьмут на эту работу. Чаще всего в таких особенно открытых кейсах смотрят на флот твоей логики, куда ты дойдешь. И может быть этого будет и нам, что ему понравится просто твоя структура и так далее. Если ты, предположим, дошел в доходительный карточек, раскидали вы там, дошли до канала распространения, это та новая информация, которую, скорее всего, клиент, кандидат предыдущий не рассказывал, потому что он там застревал на структуре, традиционных там депозитах и так далее. То есть чем ценятся плюсы твоего интервью? Это то, что ты будешь иметь какую-то дополнительную идею, и дополнительные соображения. То есть посмотришь индустриально, что вообще происходит. Что-то все в цифровые банки там становится, в финтех распространяется. Хотя бы базовые вот эти идеи, которые происходят в этой индустрии, это прям такое большое наставление, что ты должен как-то привязать в решение своего кейса. Потому что структуре – это хорошо, но структуре может одинаково все. А какие-то идеи и понимание, что это каналам распространения, идет только тип. Я еще не договорил эту основную мысль. Ну вот, ты дошел до кредитных карточек, потому что ты их приоритизировал. А потом, если у тебя остается время, еще что-то сможешь, ты тогда у него можешь. А какую ветку вы хотели, чтобы я рассмотрел? То есть рассматривай – это как разговор, как будто вам интересно, вы вместе работаете уже. А не от того, что ты должен за 40 минут везде пробежаться обязательно и везде дать результат. Потому что на миксе идеальный кандидат – это реально довольно структурный, логичный человек. То есть он знает, о чем говорит он в первую очередь, во вторую и в третью. Но все равно он должен обладать именно этим построением конверсейшна. То есть это логически куда-то привело, что мы дошли все-таки до каналов этих распространений, не оставшись просто в каких-то бакетах, которых там еще копать и копать. То есть показывай, что ты резал, ты дошел до каких-то рекомендаций. То есть тебе, по идее, структура нужна, именно чтобы дойти до конца. А если ты будешь очень детально и внимательно, особенно в банках, где очень много направлений, где очень много продуктов, где кейс не сфокусирован только на кредитных карточках, может, от тебя требуется тогда перескочить некоторые вот эти твои стандарты по структуре. И ближе к концу. По затратам, ну, ты уже понял, что вот это вот тоже деление на fixed variable не всегда годится. Каких-то, может быть, торговых или, наоборот, промышленных компаниях, это, конечно, основное, особенно в производственных компаниях. В то время как в банках, где очень сложно, во-первых, это вычленить, ты не найдешь у клиента, и как это просчитывать, как это анализировать, потому что даже консультант будет уверен, что надо там какой-то рейшо улучшать, он никогда не докажет это клиенту, потому что эту информацию он не может добыть. Как вот ты в банке, у которого там тысяча отделений по всей России, собираешься оценивать, сколько стоит его там, какой-то выдача продукта там в Новосибирске. Ну, да-да-да. Лететь в Новосибирск, там это делать. Если клиент это сам как-то умудрился такой продвинутый делать, он тебе как-то даст эту информацию, это супер. Но, скорее всего, этого нет. Вот. И поэтому чем проще, тем лучше, опять же. Структура, она нужна не для того, чтобы показать какой-то мега-паучок, нарисовал красивую структуру, а именно, что ты ее используешь, принести, ну, какой-то, какую-то рекомендацию, какую-то идею уже такой factual. Потому что структура – это только инструмент. Вот. Ее хорошо показать, но не надо ее over-info-send, иначе становится немного скучно. Такой вот сильно академический подход, что… Потому что интервью с клиентом, когда будет на реальном проекте, в принципе, на интервью в консалтинг они смотрят, можно ли тебя пускать клиенту на первом же проекте. То есть ты не должен быть вот этим over-structure, если ты не получил вот эти три бакета, то все. То есть у тебя должно это быть очень flexible. Ты понимаешь, что этот там ratio зависит от этих драйверов, но если даже ты одного не получаешь, ты можешь гипотезу построить там по-второму, используя похожую какую-то прокси-информацию, а не совсем то, что ты ищешь. И на интервью с клиентом уже ты чувствуешь себя как партнер, как разговор, а не допрос там и так далее. Потому что клиентов тоже надо очаровывать, с ними надо как-то спокойно разговаривать, и не… ну, стиль там, не добыть информацию. Ну, конечно, добыть информацию, но в первую очередь это relationship. И вот на интервью в консалтинг надо тоже показать, что ты вот видишь этого своего потенциального будущего team member, и тебе с ним возможно что-то делать общее, вы друг друга понимаете. То есть относиться к этому, ну, enjoy этот experience, именно вот по-человечески уже, как будто ты пришел работать, показать, что вот как бы ты эту проблему, вот вы вместе с ним на этом проекте решали. То есть подожди, по твоему интервью, это как я и team member или я и клиент? Вот это, кстати, очень хороший вопрос, на который я не знаю, как это. Ну, скорее всего, я и team member, потому что вы говорите о таких более… ну, во-первых, о всем кейсе, а с клиентом вы, ну, с каким-то будете только по какому-то стриму разговаривать, и клиенту, говорю же, иногда там и очаровывать приходится, там, и играть в кошки-мышки. В принципе, это больше как с team member. То есть у вас общая задача, вы хотите ее решить, и он хочет посмотреть, брать тебя в команду или нет. То есть тебе надо показать свой value не чисто вот этим structuringом, а идеями, которыми ты что-то вычленяешь, что вот это, наверное, flow, такой большой, какие-то там соображения. Вот collective problem solving тоже частое, вот то, чем занимаются консультанты в команде, там, и партнеров, и эмо, и аналитиков, то, что какая-то проблема, и все высказывают свою точку зрения. И никто там не применяет еще три structuring, вот как вот этот академический подход, который у нас сильно прописан, да, вот в подготовке к консалтингу. Там общаются идеями, как нормальные люди, а не структурами. То есть, в принципе, надо показать что-то эту структуру, потому что бывают люди, которые предлагают сразу идеи с потолка, это тоже не работает. То есть структура нужна, но она не должна быть прям, вот самое важное, что ты продемонстрируешь на интервью. Тебе включенность надо продемонстрировать, ответственность, что ты можешь видеть какую-то цель, там, видишь импакт какой-то, и доказать всем людям, что вот это важный момент. Вот что тебе требуется показать, а не пройтись по всем, как какая-то мега-алгоритм машины, и тогда ты молодец. Нет, я надо омиршип показать. Вообще я подсознательно думал, что тут где-то будет зарыта собака, я хотел их побезрею найти. Ну вот, это уже немного over-preparation, потому что, ну, с моей точки зрения, потому что вот эти кейс-буки на этом же, ну, все зациклены, что там информация какая-то есть, вот надо ее как-то умело спросить, и так далее. В моих кейсах только один был prepared case, то есть мне дали какие-то графики, я там на них что-то думала. Остальные были вот разговорные, конечно, были предметные, там, и с цифрами по ходу, ну, цифры, которые мы сами сочиняли по ходу. То есть тоже такого гиперподготовленности не было от партнеров на кейзе. Так что, как бы более comfortable ты должен быть с тем, что там цифры неожиданно, там структура не идеальная и так далее, а идти именно к решению, к рекомендациям, которые ты в конце концов и синтезируешь. А структура тебе только помогает определить, что у тебя вот кредитные карточки есть, направление, ипотека, там, и так далее, депозит. Продолжение следует...